Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 27 октября, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Колоссиным. Вторая глава, стихи с 1 по 7. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа, посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами продолжаем чтение послания апостола Павла Колоссиным. И здесь апостол Павел говорит о тех подвигах, которые он совершает ради христиан, которые находятся вот в этом трехграде, о котором мы говорили с вами, когда только начали читать это послание Колоссиным. Напомню вам, что город этот Колоссы находился в 150 километрах от Эфеса, и находился он в Римской империи под названием Осия. Об этой империи упоминает и апостол Иоанн, богослов, в своем откровении, в апокалипсисе. И он говорит там о том, что этот город был всем доволен и ничем не нуждался. Действительно, это был один из богатейших городов этого трехградя и этой провинции, о чем свидетельствуют и исторические памятники, исторические источники, сведения римские. И, как уже было сказано, это было три города. Один из них был это Колоссы, другой Лаудики и Иераполь. Все мы знаем епископа Иерапольского, и мы знаем города Лаудики и Иераполь из священного писания и из истории. И эти города, конечно же, до нас в руинах сегодня дошли, а Колоссы, к сожалению, не дошли, потому что с течением времени они потеряли свое экономическое значение, и этот город опустел. И это уже происходит уже ко времени апостола Павла. И здесь, конечно же, он в этом послании обращается к Колоссинам и к тем христианам, которые находятся в этих городах, потому что они находились относительно близко друг к другу, на расстоянии 10 километров и 20 километров друг от друга. И апостол Павел говорит о том, что он хочет, чтобы они, христиане, знали о тех подвигах, которые он совершает за тех, кто находится в Лаудики и Иераполе, и ради всех тех, кто не видел лица моего в плоти, для тех, кто не видел апостола Павла вживую, «дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». И это говорит апостол Павел им для того, чтобы никто не прелестил их вкратчивыми словами. Хоть он и отсутствует, говорит апостол Павел, с ними телом, но духом он находится с ними, радуясь и видя их благоустройство и твердость веры во Христа. И он призывает их, то есть христиан, и Лаудокии, и Иераполя, и Колосс, стоять твердво в той вере, которую они приняли, вере во Христа Иисуса Господа. И так ходить в нем. Ходить — это древний библейский термин. Ходить — это значит пребывать всю жизнь, жить так, как будто ты находишься перед лицом Бога, в присутствии Бога. То есть жизнь праведная. Мы знаем о многих праведниках в Ветхом Завете, которые именно ходили перед Богом. Ной ходил перед Богом и обрел благодать в очах Божьих. Ходить — это значит жить праведной жизнью. И Авраам тоже ходил перед Богом и обрел благодать в очах Божьих. И поэтому апостол Павел призывает жить их и стоять в твердости веры именно во Христа Иисуса Господа, то есть в Иисуса Господина Мессию, который и искупил их от клятвы закона, который искупил их и примирил своей кровью на кресте, примирил человека, то есть землю и небо. И апостол в седьмом стихе говорит, «Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». С благодарением, с совершением, конечно же, благодарственной службы, с совершением Евхаристии. Каждый раз, когда мы совершаем Евхаристию, мы как раз-таки соединяемся с Богом в общении Нового Завета, в общении этого союза человека и Бога. И, конечно же, всегда мы совершаем это как бы воспоминание реальности той тайной вечери. И каждый раз Евхаристия одна и та же. Это та самая вечеря, и мы вкушаем того самого Христа, который умер на кресте за все человечество. И, конечно же, апостол Павел призывает ходить, то есть жить их в этой твердости веры и жить с благодарением, то есть с благодарением Бога. Высшее проявление, которое является, это, конечно же, участие в таинстве святой Евхаристии, таинстве литургии. Также он предостерегает колоссин в этом послании, в этом, вернее, отрывке этого послания от людей, которые могут вкратчивость, вкратчивыми словами посеять сомнения в той вере, которую они уже имеют. Это многократно происходило и в других общинах, и это не новое для апостола Павла событие. Поэтому, конечно же, он предостерегает их. Но очевидно, что та эпидемия антипроповедничества, которая существовала в других церквях, она не достигла, либо не достигла колосс, либо она не нашла там поддержки. Поэтому он здесь их просто наставляет, как бы предупреждая возможную трагедию, возможное появление какой-то патологии в жизни, духовной жизни христиан города Колосс. Поэтому он и обращается к ним с этими призывами. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова